Так как мы там уже были четвертый раз, и все от данной ситуации знали, и ВВД, и исполнительные органы власти, и руководство торгового комплекса, где все это происходило. Дальше мои вопросы, я думаю, будет время и возможность напрямую задать главному полицейскому Москвы, генерал-майору Якуину Анатолию Ивановичу, по этому поводу, потому что я считаю, что данная ситуация, мягко говоря, выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. Мы, те, кто закрывает эти заведения, находит, проводит очень большую реально оперативную работу, на нашем счету свыше 300 игорных клубов и притонов, мы отмечены благодарностями и грамотами от управления, но вот так с нами поступают. Мы все прекрасно понимаем, я сразу хотел сказать, мы не хулиганы с улицы, мы не вламываемся туда, куда не знаем, что там происходит. В данном клубе был наш активист, был факт игры, мы там были не раз, сотрудники полиции были вызваны, мы никуда не вламывались, снимали все происходящее, да, и это их большая вина, то, что через черный вход, который они знали, выбегали и игроки, и администрация, и охранники, вот, как правило, с этими игроками выбегают деньги и другие улики, которые прямым образом, да, доказывают факт работы вот этих игорных заведений и притонов. Сегодня, последний день завершился проверки ОВД Новогиреев, который сделал, инвестируал начальник главного управления ОВД по Москве Якунин, завтра мы будем узнавать результаты, и я думаю, конечно же, это будут наказания для сотрудников, для начальников ОВД. Вообще, мы очень рады, что Павел вышел после пяти суток, и действительно была очень большая поддержка, Павел поосмотрит, я думаю, потом в интернете, и ставили его лицо на свои аватарки, его фотографии, и действительно, это такая общая тема была, с которой вместе поддерживали, вне зависимости от политических взглядов, в том числе, могу сказать, и оппозиционеры писали, что это правое дело, и они тоже против подобных случаев, подобных выходок сотрудников полиции, против подобных игорных клубов. Мы, это не конец, это только начало, и мы будем добиваться того, чтобы точка была закрыта, чтобы сотрудники поняли, что таким образом нельзя вести с людьми, которые закрывают игорные притоны, и они должны закрывать тех, кто организует эти игорные точки.